МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внесли к нам песню, можете исполнить. И не одну. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сердце девичье забьется свасток, О, гамачок, не для меня. И в сердце девичье забьется свасток, О, гамачок, не для меня. Не для меня цветут сады, В долине роща расцветает. Там сама пламя весной встречает, Он будет петь не для меня. А там сама пламя весной встречает, Он будет петь не для меня. Спасибо, берет так за душу. Кстати, одна из самых любимых моих песен. Сколько знает, казачья, да она? Да, да, да. Казачья. Юля, ну, вчера наблюдала за вашим выступлением, зажгли публику, ваша площадка была самой популярной, самой массовой. Вот в чем секрет ваших выступлений? Ну, в том, что, конечно, все мы делать стараемся от души. И главный секрет — это в силе народного искусства. Потому что мы и сами ездим по экспедициям, собираем обряды. И, конечно же, наблюдая то, что происходит с людьми, когда вносишь им народные инструменты, обычаи, забавы, получается, что такой энергообменный процесс, что все сплочаются, все оживают и глаза, и души, и тело. И просто такое единение, что это как сила такая, которая пробуждает людей вот именно к чему-то позитивному, к чему-то такому доброму, объединяющему. И мы просто почувствовали сразу связь с теми, кто пришел на концерт, и нас, можно сказать, понесла волна вот этой радости. И поэтому ручники, всякие разные змейки, совместные пения, танцы, они просто были настолько гармоничны, что казалось, что мы со зрителями репетировали. На одной волне, да, Александр, а как вам наша публика? Я знаю, что вам очень понравилось, у нас в Ненецком округе даже были готовы остаться. Да? Да, да, да. Публика у вас, вот, конечно, была очень теплая. Мне, конечно же, это понравилось, потому что вот когда ты получаешь отдачу от зрителя, от публики, ты всегда заряжаешься. И к тому же, вот, народное искусство, это то, чего как раз-таки не хватает глубинкам. То, чего вот народ хочет. И мы, так сказать, стараемся это им дать. Самое интересное, что началось же с фойе. Да. И мы поразились, что и великовозрастные женщины, и девушки простого гражданской одежды, мы же как-то выделяясь в костюмах, просто были на одной, как говорится, волне. Мы просто поражены. Все смешались с возраста, и получился праздник. Перед этим у вас было выступление воинской части. Как там солдаты наши отреагировали? Это так было трогательно. Мы первый раз выступали, когда ребята сидят, вот они все собранные, видно, что намуштрованные, даже зажатые. И когда с каждым разом, с каждой песней, а мы показывали и гусли, и калюки, и подкосы пели. И думали, молодежь, ну как она вас примет? И потом, когда, конечно, пошли шашки, фланкировка, когда мы предложили забаву набросить папаху на шашку с поцелуями девушки, кто поймает, они, конечно, сердце ли, мужчины вспомнили, наверное, заилиясь. И в конце у нас бравурные «Ура!», совместные песни. И мне было так трогательно, что даже вот когда у них построение было, нам бы уходить, вот им нужно строго соблюдать свои команды, рекомендации. А они прям попросили, спасибо, спасибо, даже не боясь, что вот там их могут наказать. И когда было совместное фото, так хотелось вот просто даже вот по-женски, по-матерински, вот все вот были бы вот руки, ну не короткие, все бы вы обняли, потому что это такой, я не знаю, такой момент, что ты вот понимаешь, что это очень важное дело. Это то, что... Не описать, наверное, да. Это даже не описать, это вот серьезно. С каким репортуаром к нам приехали? Вы знаете, мы постарались, потому что вот нашему ансамблю 12 лет, и мы постарались самое, что вот яркое и любимое, и то, что мы видим по восприятию, очень трогает людей, показать. И тем более вот так, как мы получили высшее образование, мы много изучали и сами владеем и инструментами, и хореографией, и искусством народного театра, потому что нам приходится на разных площадках. Поэтому мы показали разнообразный ассортимент музыкальных древних старинных инструментов. Старались и чтобы песни были разножанровые, от лирики, которая и сакральная там, и такая, которая многоголосная, да, вот мы пели, ребята пели и многоголосные акапельные, мужское пение, и в то же время под гармошечку, не для меня, чтобы и подпели, потому что люди, когда знают, узнают, они реагируют, и их душа тоже хочет участвовать, да. И пели, и танцевальные, и показывали танцы, и припевки, ну, шуточные, припевочные, жанр частушки. Мы всех научили мотанию московской, у нас все знают, что хлоп-хлоп, отряхнули, там, подробили, покружились. Это мотание московское, да, вчера было? Да, да. И в то же время мы показали песни такие с необычными, но русскими, как говорится у нас, по-научному кодами, когда там та-да-да-да-да-да, казалось, там, какой-то такой вот шаманский какой-то мотив. Ну, мы подумали, пусть песня белгородская с черноземьями будет, ну, вдруг ненецкие народы откликнутся, у них там вот такие вот, они такие у нас, эх, эх, чтобы было ощущение, что вот фольклор, он объединяет, и все равно есть что-то. Своё. И свое, и в то же время, что... Общее. Да-да-да, и в то же время мы вчера дошли до того, что после концерта нам дали шаманский бубен, и мы спели ненецкую московскую песню, потому что, ну, чтобы была именно общность. И мы как раз вчера узнали то, что у вас, оказывается, ещё многонациональный город, что у вас здесь есть и белорусы, у вас здесь есть... Получается очень много... Это замечательно, что на такой земле... А мы в первый раз ели Марушку, Алинину, мы в первый раз в чуме были, нас так встретили, что мы ещё хотим. И мы просто покорены, да, и архитектурой, и вот собором богоявленским. Мы ездили даже на обрыв, потому что параллельно мы с Сашей, ну, из команды снимаем клип новый. Поэтому ваша земля, ваша природа будет не только в памяти, в сердцах нужен, на экранах. То есть вы даже часть клипа там... Да, у нас большая часть клипа, потому что погода совпала. И нам как раз нужен был и ветер, и снег, и вот это всё первозданность, потому что мы... Где его можно будет посмотреть, и когда? Вы знаете, нас показывают на жар птицы, это федеральный канал народной песни. Также у нас есть, конечно, больше по подмосковному местному телевидению, но очень много в интернет-каналах будет. И, конечно, YouTube-канал Поверия, Поверия Репа. У нас есть фолк-проект Репа. Все участники Поверия в него уходят. Там уже адаптация для молодёжи. Мы очень радуем, чтобы молодёжь откликалась на то, что мы делаем. И мы переделываем хиты или песни. Например, даже Лабутена, там Ленинград, но они не цензурные, не культурные слова. Мы убираем, вставляем про лапти, про порты, про традиции, исполняем под гармошки и преподносим по-новому. Если там песня была без особого смысла, то мы выникаем. Если всех зарубежный хит ввелез, как там Шизгара или там It's My Life, мы переделываем It's My Life на сказку «Курочка ряба». Под косы, тоже под гармошки и вот в новом этом, чтобы люди и вроде танцевали, потому что они любят, но уже воспринимали с призмой народности, народных инструментов, народного вокала, многоголосие делаем. То есть это немножко грязноватая работа, но в то же время крупицу и частицу того, что русский народ мог преломить и подать по-новому, как бы мы это делаем. И с битбоксом делаем какие-то многоголосные вещи, чтобы все-таки молодежь не забывала о своих корнях, потому что, ну и гены откликаются на там пение птиц, журчание воды и народные, родные напевы. Да, Юля, вы сказали, что вашему коллективу 12 лет, а сколько сейчас артистов в коллективе? Вот. И сколько приехало к нам? Потому что я все время это говорю, потому что очень люблю каждого участника. И вы не поверите, вот мне кажется, я даже не побоюсь этого слова, что мой ансамбль представляет всю Россию. Потому что Саша с Кемерово, я с Ельца, Липецкого, с Черноземья. У нас есть Калининград, почти Прибалтика. У нас есть Норильский, у нас есть Петропавловск-Камчатский, Украина, Чуваши, даже я говорю, что даже другие народности и страны. У нас есть Саратов, Калуга, Волгоград, Орел. И вот так вот можно перечислять за больше 15 человек. И мы, конечно, мобильные, если нужно самолет в малое количество или куда-то, или вообще просто расширяемся, сужаемся, как бы вот гибкие. Потому что каждый артист с профессиональным образованием, каждый владеет инструментом, хореографией, вокалом, может участвовать в сценках. Поэтому, можно сказать, такие вот многогородная такая у нас, получается, ситуация. но я каждому дорожу, очень люблю, потому что они все как на подбор. Как они к вам попали? Где вы их нашли? Вы знаете, это все виновата резиновая Москва. Потому что туда приезжают студенты, они учатся, мы их отсматриваем. Ну как отсматриваем? Это как-то промыслительно, потому что мы вот необычным образом знакомимся и как магнитом потом не отлипаем. Я, допустим, то есть я вот учился в институте, то есть получается, я еще сейчас учусь, но на последнем курсе Московского Института культуры. И как бы я от института пел на открытии памятника около института. То есть под гармошку, да, и тут мимо проходила Юля. И она подошла, спросила, ну как бы откуда я сколько занимаюсь, да, взяла мой телефончик. Но у нас, конечно, есть люди проходящие, да, но просто у нас есть особые свойства, у нас коллектив как семья, у нас очень теплые творческие отношения, но если родство произошло, то это уже понятно. Мы как сказать, даже не стараемся там понравиться друг другу, у нас вот как вот даже не кружок по интересам там или что-то там хобби. У нас именно это любимое дело и отдушины в то же время это уже как община. Все уже смеются, почему? Потому что как все кто поверится, потому что у нас есть как субкультурная такая уже традиция, потому что ребята в коллективе настолько они впитались, кто-то даже из семей, которые пели вот дети, да, эту культуру и любовь, что мы сочиняем в традиции. То есть не отличишь вот казачья песня, вот у нас девочка Лена, она тоже была, Елена Ковалева, сочинила, или страдания под балалайку. Они просто как у бабушек, но со своим мотивом, определенным найгрышем. Я сама сочиняю песни, которые подходят под жанр городского романса и духовные стихи, и лесовые календарные такие, и частушки под язык у нас есть. И у нас ребята уже настолько, ну, я не побоюсь этого слова, потому что я за каждого могу отвечать, мастера, что они могут уже творить в хорошем смысле, создавать, созидать. И многие песни у нас уже идут на рот. И мы не то, что этим фальцем, мы очень рады, мы просто говорим, вот, пожалуйста, давайте, потому что это не то, что как Кощей Бессмертный там над златом чахнет, это наша песня из репертуара ансамбля по берегу в проекты репа. Нет, мы прямо смело там нам как бы обращаются, говорят, там скиньте ноты, если они есть, или там с голоса там покажите. У вас очень широкий репертуар с юга до севера получается. у нас есть, мы, к сожалению, мы вам обязательно пришлем диск, там акапельные песни, но всех областей городов России там есть северные песни, западные России, юга России, по Волжье. То есть мы как на диске постарались иллюстрировать, потому что мы же, когда обучались сами, мы каждый год вникали в регион, мы и в записи костюма, и хореография, мы просто с погружением уходили в одну из традиций. Отличается манера исполнения, да, севера от юга? Можете вот сейчас продемонстрировать, показать? Да, я, конечно, могу, правда, утро, туманное, но я хотела сказать, что не только манера исполнения отличается, мне кажется, немножко нас напугались, потому что мы энергичные, у нас вот юг России, руки поднятые, там, широкая улыбка, хэкаем, макаем, даже вот, они холодные так рот широкую, а север полглазка, полродка, у них все вот как собранный состав, там, ручки не поднимешь, там, через платочек мальчик берет, у нас сразу там объятия, если мы там, эх, там, эмоциональные люди, потому что солнце, там, черноземье, все уже растет, вот у меня на родине растет виноград, абрикосики, вызревают арбузики, там, понимаете, вот яблоки, если вот яблоки, у нас нет, вот мы знали, психа там, или какие-то ягоды, потому что для нас это просто вот замечательно, но это другая культура, и мы восхищаемся, восторгаемся, но у нас нет таких тундр, у нас степь такая, да, грубо говоря, и каменные дома из ракушества, там, из весняка, у нас поэтому и восприятие, говор, и манера общения другая, но это так здорово, что мы все в России и что мы просто можем восхищаться, восторгаться культурами, традициями. А можете сейчас что-то исполнить из северного, от репертуара, из южного? Ну, я вот сейчас, наверное, исполню северного, а Саша, наверное, что-нибудь из казачьего, ну, или как посчитает. вот на севере больше развит и высокий регистр, чтобы не научно, то есть тоненький головной звук, и оканье, цеканье, диалект, лаватьке, там, или там, хрушо, и поварского так вот быстро говорят, да, на юге все растягивает, и песня одни вот эти вот гласные, которые, одна песня, может быть, один куплет длится минут 15. Вот честно, один куплет из-за вот этих междометий, вот этих вот, вот, и если север, ну, сейчас сразу на ум, ну, наподобие. Размолотенький, да вы молоденький, дружки, да вы мои, вот, и тоненький такие, и там у них все, и такие вот тоненькие, аккуратненькие звуки, может быть, холодно, север, и так далее, а на юге как раз вот там широта. Ну, давай, вот лампадочки стоим. Давайте послушаем свою подгармошку. Ну, просто даже вот такая, ох, ох. Ну, кстати, казаки, конечно, это яркие представители юга, там и только гэ-ка-юты как раз. Ну, это она и мученика, и она ничего. Извините. Кругом горят лампадочки, Кругом ночная тьма, там все сидят по парочкам, а я сижу я-два. Там все сидят по парочкам, а я сижу я-два. Сижу, сижу, все думаю, как мне на смерти жить. Ещё я раз да подумаю, как милого дозабыть. Ещё я раз да подумаю, как милого дозабыть. Песня как бальзаматый. Тоже лирическая. И это было такое. А сколько всего в репертуаре вашим песням вычитать? Ой, вы знаете, мысли считать невозможно. Мы даже это не будем делать, потому что помимо наших сочинений, помимо того, что мы из каждых городов приносим, потому что все же ездят к своим родным, тоже хотят свой репертуар и фольклор. Представьте, вот сколько у нас городов, каждый из своего региона принесет. Поэтому это, конечно, очень. Очень красивые костюмы у вас разные были, вчера один, сегодня другой. Да, вчера у нас были гайтаны, ожерелки, паневы, это черноземье, тканные, вышиванные завесы, как-нибудь фартуки, чтобы понятно было, рубахи, которые спущены рукавами праздничными, чтобы нельзя было работать. То есть они вот так вот свисают, пальцы не торчат, чтобы вот именно праздник, никакой работы ты не сделаешь. Барановские платки, они везде в основном бытовали, но это тоже им по 200 больше лет. Это не то, что там вот сейчас химией покрасили. Их невозможно как бы испортить, потому что это печать мануфактурная с природными натуральными красками. этого, к сожалению, уже нет. Есть подделки даже, есть разных там, ну, конечно, понятно, производителей, но они все блекнут по сравнению с тем настоящим производством, которое когда-то было. Вот Баранская фабрика, она, конечно, хаваранцузские, там всякие, вот как могли назвать платки, они, представляете, вот сколько из сундуков мы достаем, там бабушек, там они нам дарят, или мы у тех, кто собирателей там как-то, да, находим, и сколько они живут, им ничего не делается. Это называется вот натуральной ткани и с любовью, с традициями, с технологиями проверено сделанная вещь, но это вещи уже не назовешь, это что-то уже большее. Конечно. Да. Вот какие творческие планы у коллектива? Я думаю, что у вас их очень много. Это вот, я даже боюсь, что вот меня столько распирает идей, что вот ребята уже мне скоро скажут, Юля, свяжут мне наручники один. Ну, я очень рада, что они со мной идут во все тяжкие, в огонь и воду, потому что у нас и проекты там, и съемки, да, и мы же не только всеядные, мы выступаем очень разной публике. Это могут быть и тяжкоболящие, и приходы, это могут быть закрытые очень для особых компаний и так далее, сферы людей, мероприятия, это городские программы, это сборные концерты, это гастроли, то есть получается, что помимо того, что уже запланировано, да, у нас и фестивали туда входят, у нас еще есть обязательно, чем отличается наш ансамбль, у нас нет рутинной работы, что мы должны отработать столько-то концертов, тра-та-та, читаться, бумажные дела, потому что у нас есть сочинительства, вот мы на наши песни, которые рождаются, сочиняем клипы, их воплощаем вот на таких прекрасных землях, как вот ваше северное, заполярье, и, конечно, получается, что мы же и деток не оставляем, мы сейчас, вот если там спектакли какие-то, народные театры, мы тоже это обыгрываем, и даже есть у нас очень много интерактивных программ, где мы создаем свадебные обряды и двудневные со всеми от выкупа до там пользуются популярностью. Да, сейчас Красная Горка уже все расписано, потому что мы еще реконструируем, вот сейчас будет в Москве целый вот праздник, да, посвященный Красной Горке, и уже локально мы там в одном месте реконструируем, прям показываем обряд, который будет там, да, ну вообще все свадебные обряды с играми, забавами, поцелуинами и так далее, и просто вот как невеста от дома там до венчания и так далее, и уже пир. И в то же время и концертная, конечно, куда без песен, вот, получается, что интерактивная программа у нас и для детей, и забавы, и обряды, и, конечно же, там со всеми текающими, у нас мастер-классы очень много, по старинным инструментам, по кугиклам, ложкам, учимы на двух, трех и так далее. А можно продемонстрировать сейчас игру? Ну, конечно, вот если брать кугиклы, они бы давали на юге, западе России. Как правильно называется? Кугиклы, кугички. Это очень, можно сказать, похоже на панфлейту, потому что те же дудочки. Они делались из камыша, отростника, но так как и перелеты есть, и с улицы зимой на тепло придешь, и они трескались, и они залеплялись или воском, или горохом, и так далее, ну, натуральный материал, да, строй менялся, то мы уже адаптировали, но звук сохранили, все, а звучат они вот так. И вот, там, любой там. А если в ансамбле, то они ты-ты, и там, и там они придуваются, играется, и там кто-то одни, звуки нижние, и получается красотища. Есть, мы если бы взяли кучу инструментов, калюки, это только женские инструменты, только женщины, а калюки, обертональные трубки такие, делали из борщевика, вот у нас, полонил под Москву, единственное полезное применение, это выморозить его, чтобы он безопасен был, и играть там космические звуки. И, кстати, если будет запись с Печорских гостей, то калюка там звучит, такая, можно сказать, инопланетянская музыка, это она, и там только мужчины играли. Если ложки, мы учим разными инструментами, держать и взаимодействовать друг с другом гостям, и разными способами, ну, любую там барыню или наигрыши сыграть, получается. Музыка, варить, и там, как угодно, да? Можно, может, как констаньеты там использовать. И, в принципе, очень хорошо взаимодействовать. Если на палочке там по 10 ложек там, или там, ну, поугодно, можно, если две у нас ложки, больше ничего нет, Russian массаж. то есть, тоже барыня там какая-то, да? Получается, может, так. А сейчас какая-нибудь и так далее. То есть, это надолго. У нас несколько эфиров пойдет, чтобы только на мастер-классе. Можно слушать вас бесконечно. Спасибо большое, что вы возрождаете русскую культуру. И, Александр, хочу, чтобы в завершении наша программа закончилась какой-нибудь веселой песней. Вы знаете, очень веселой, потому что мы даже сказали солдатам вашей части, что, знаете, секрет, чтобы вас девушка дождалась, чтобы они сохранились дисциплины и не опаздывали. Вот эта песня про парня, который все время опаздывал на свидание, с девушкой терпела, терпела, но она любовь спасла их отношения. Я как над Волгой светит звезда, а я на свидание опоздал. Иду с повинною головой, я по дорожке вслед за тобой. Звездочка ярко светит в ночи, и мне сказала, лишь не молчи. Знаете, сами горит глаза, Что не могу ни слова сказать Расплела ты просо чёрной Раскидала волосы по плечам Закричу на все четыре стороны Я никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Звездочка ярко уж не горит, мы прогуляли ночь до зари. Я любовалась волжской тобой, а я ж любовался только тобой. Я любовался, я любовался только тобой. Я любовался, я любовался только тобой. Скоро наступят летние дни, бросится мара в волну огни. Снова до зольки будем гулять, а я постараюсь не опоздать. Я постараюсь, я постараюсь не опоздать. Я постараюсь, я постараюсь не опоздать. Разбила ты косу черную, раскидала волосы по плечам. Закричу на все четыре стороны, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Закричу на все четыре стороны, никому тебя не отдам. Закричу на все четыре стороны, никому тебя не отдам. Спасибо всем большое, очень рада, что все-таки получилось к вам приехать. Напомню, сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» были одни из самых ярких участников праздника «Печорская гостьба», руководитель фольклорного ансамбля «Поверия» Юлия Алакина и артист Александр Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»